Сказки от Познаваки Английская народная сказка «Юный Роланд» Часть вторая На третий раз врата откроются, и ты войдёшь. Поблагодарил Роланд старуху и поспешил было в путь, да вспомнил наказ волшебника, вытащил меч и срубил ей голову с плеч. И хорошо сделал, ибо это всё были оборотни и призраки, посланные королём эльфов, чтобы заманить его в ловушку. Пошёл он дальше, и в скором времени увидел перед собой зелёный холм, восходящий уступами от подножья к вершине. Трижды обошёл он его кругом против хода солнца, трижды повторил «Отворитесь врата, пропустите меня!» На третий раз врата отворились, пропустили его и снова с лязганьем захлопнулись за спиной. Роланд очутился в темноте. Правда, это была не сплошная тьма, а, скорее, полумрак. Слабый мерцающий свет исходил не весть откуда, ведь ни окон, ни факелов, ни свечей не было в мрачной башне. Длинный коридор уводил вдаль, и его своды из полупрозрачных глыб сверкали прожилками слюды и золотистого колчедана. Но хотя кругом был камень, воздух внутри холма оставался тёплым, как это всегда бывает в стороне эльфов. Роланд дошёл до конца коридора и увидел окованные железом двустворчатые двери. От его прикосновения они вдруг широко распахнулись, и невиданное зрелище предстало перед ним. Громадный зал такой просторный, что, казалось, он размахнулся во всю ширину и высоту зелёного холма. Купол зала поддерживали могучие колонны, украшенные золотой и серебряной резьбой. А между колоннами висели гирлянды цветов, составленных из чего бы вы думали? Из алмазов, изумрудов и всевозможных драгоценных камней. Венцы высоких арок сверкали гроздьями самоцветов. Посередине, где сходились все арки на золотой цепи, висел светильник в виде огромной жемчужины, полой внутри и совершенно прозрачной. А в центре этой жемчужины вращался и сиял гигантский красный камень – карбункул. Лучи его расходились по залу, окрашивая воздух и стены в пламенеющие краски заката. Зал был убран с дивной роскошью. В дальнем его конце на ложе из пурпурного атласа и шёлка сидела леди Эллен и расчёсывала свои золотые волосы серебряным гребнем. Но лицо её было неподвижно и бесстрастно, словно каменная маска. При появлении Роланда она не двинулась с места, а лишь произнесла глухим, змогильным голосом «Глупец, несчастный, простодушный, зачем ты здесь? Что тебе нужно?» Первым порывом Роланда было броситься к сестре и заключить её в объятия. Но суровые слова удержали его. И вдруг он вспомнил урок великого волшебника Мерлина. Недолго думая, вытащил Роланд отцовский меч, закрыл глаза и ударил с размаху по этому наваждению в облике леди Эллен. И когда он снова взглянул, дрожа и ужасаясь, о радость! Перед ним стояла сестра, живая и невредимая. Слёзы брызнули из её глаз, когда она прижала Роланда груди и промолвила с глубокой печалью. «О, для чего ты, милый брат, покинул дом родной? Не сто ведь жизни у тебя, чтоб жертвовать одной. Сестра заплачет по тебе и зарыдает мать. Когда придёт король-колдун, тебе не сдобровать!» Они уселись рядом, и юный Роланд поведал сестре о своих приключениях, а леди Эллен рассказала, что два их старших брата тоже добрались до мрачной башни короля эльфов. Но коварный чародей околдовал их и заключил заживо в гробницу. Увы, они не сумели в точности исполнить наказ Мерлина, не решились ударить мечом, когда перед ними предстало наваждение в облике сестры. Так они долго разговаривали, а спустя некоторое время юный Роланд почувствовал, как он проголодался в дороге и попросил сестру принести еды. Печально посмотрела на него леди Эллен, но ничего не сказала, ибо колдовские чары ещё влавствовали над ней, она встала и принесла хлеб и молоко на подносе. Роланд протянул руку к хлебу и молоку, но в последний миг поднял взгляд на сестру и прочёл в её глазах такую тоску, что озарённой догадкой вскочил на ноги, швырнул на пол поднос с угощением и воскликнул. Ни глотка я не выпью, ни куска не проглочу, пока не освобожу леди Эллен и моих братьев. Словно гром прогремел в ответ, словно вихрь прошумел, двери распахнулись, и в зал ворвался король эльфов. Тьфуй, фуй, ух, ух, чую, человечий дух, сторожайся он или беги, я вышибу ему мозги. А ну попробуй, бесовское отродье, — закричал Роланд, выхватил клинок, разящий без промаха, и бросился вперёд. Долго и жестоко бились они. Наконец Роланд поверг на колени короля эльфов и заставил его просить пощады. Я пощажу тебя, если ты снимешь чары с моей сестры, освободишь моих братьев и дашь нам свободно уйти отсюда. — Согласен, — ответил король эльфов. Он поднялся с колен, открыл свой сундук и достал оттуда хрустальный флакон с кроваво-красным зельем. Этим зельем он смазал уши, веки, ноздри, губы и кончики пальцев двух братьев, лежащих в золотых гробницах, и они очнулись и встали, как ни в чём не бывало. Тогда колдун прошептал заклинание над Эллен, и вот три брата со своей любимой сестрой вышли из огромного зала, залитого алым закатным светом, прошли по длинному коридору вдоль мерцающих каменных сводов с прожилками слюды и золотистого колчедана, и тяжёлые врата мрачной башни, лязгнув, пропустили их на волю. Они вернулись домой к доброй королеве, своей матери, и с тех пор леди Эллен остерегалась обходить церковь превратно. Конец второй части. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец!